МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. В начале выпуска о социальной политике Михаил Игнатьев сегодня встретился с председателем Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов Чуваш Ресовпроф Анатолием Коршуновым. На встрече обсуждалось взаимодействие органов власти, правительства, работодателей и профсоюзов. Шла речь о повышении минимального размера оплаты труда. Экономика все-таки должна быть для человека, а не человек для экономики. Поэтому предлагали такое решение. Поэтому спасибо. Мы надеемся, что это подстегнет и в небюджетный сектор. Не только для того, чтобы выплатить эту минималку, но и чтобы посмотрели работодатели, чтобы повысить заработную плату и всем работникам. Главная наша задача – отслеживать и принимать упреждающие меры для того, чтобы люди не остались без работы один на один. Есть соответствующие принятые программы, есть соответствующие принятые параметры бюджета, где малобеспеченным семьям, конечно, будем выплачивать эти субсидии. Поэтому наши встречи рабочие, они должны давать дополнительные возможности, чтобы выверить, правильно ли органы власти все делают. Профсоюзы, как общественная организация, отслеживают. Сигналы вы правильные всегда давали и, полагаю, будете давать. И мы будем реагировать, как реагировали. Было подписано трехстороннее соглашение между кабинетом министров, региональным объединением работодателей и республиканским объединением профсоюзов о минимальной заработной плате в Чувашии. Подробнее об этом смотрите в нашем вечернем выпуске. Другим темам. Сегодня 48 легкоатлетов российской сборной прибыли в Чебоксары для участия в командном чемпионате Европы. На железнодорожном вокзале их встретили представители легкоатлетической федерации страны и наша съемочная группа. 8.56, прибытие поезда Москва-Чебоксары. И вот они – легкоатлеты, члены сборной России, которые будут выступать на командном чемпионате Европы уже через два дня. На центральном стадионе многие из них уже соревновались, поэтому олимпийский они не забыли. Насколько я помню, все здесь хорошо, и мне все всегда нравилось. Насчет счастливой и несчастливой, я помню, что жесткая, значит бегучая и быстрая. Поэтому надежда только на лучшее. С особым чувством встретили прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, которая выступает не только за Москву, но и за Чувашию. Дорога прошла, в принципе, нормально, вся команда в хорошем настроении. Конечно, чувствую ответственность и, думаю, будет поддержка очень хорошая здесь, в Чебоксарах. Так что, думаю, все должно пройти хорошо. Встречает сборную, конечно же, главный тренер Юрий Барзаковский. Ребята только приехали, сейчас они разместятся. Возможно, вечером сегодня будет первая разминка, соответственно, завтра основная разминка и послезавтра начало соревнования уже. Сейчас ребята определятся, кому как надо. Здесь уже идет индивидуальный подход в плане разминок, кому как идет. Соответственно, личные тренеры определятся, и ребята будут разминаться. Сегодня же ожидаются чартерные рейсы из Франкфурта на Майне, откуда к нам летят легкоатлеты из других стран. Уже вечером стадион Олимпийский и Спартак станут местом тренировок участников командного чемпионата Европы. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Безопасность превыше всего. В преддверии главного спортивного события года командного чемпионата Европы по легкой атлетике представители администрации города провели рейд по проверке безопасности Красной площади и стадиона Олимпийский. Камеры видеонаблюдения, турникеты, металлодетекторы и парковки – все это первым делом обсуждали в ходе рейда представители МВД по городу Чебоксары и сотрудники на объектах. Ведь главная задача – обеспечить безопасность как участников чемпионата, так и зрителей. На Красной площади мы проводили не один десяток подобных мероприятий с большим скоплением людей. У нас утвержден паспорт безопасности в Красной площади. Мы сегодня специально встречались с сотрудниками полиции для того, чтобы уже утвердить расстановку турникетов, расстановку арок металлоискателей, сотрудников полиции, для того, чтобы совместно с нами, совместно с сотрудниками частных открытых предприятий обеспечить полную безопасность граждан. Я думаю, что никаких неожиданностей здесь не будет, и мы справимся с поставленными перед нами задачами. К чемпионату Европы было установлено большое количество камер. Также в рамках программы «Безопасный город» установлены две новые видеокамеры для того, чтобы иметь полный обзор всей территории стадиона и внутри него. Также создана специальная группа, которая будет просматривать изображения с этих видеокамер в режиме реального времени и оперативно реагировать на все возможные ситуации. Территория будет осуществлена контрольно-пропускной пункты, будет пропускать через металлодетекторы, рамочные металлодетекторы будут установлены, у центрального входа стадиона шесть рамочных металлодетекторов, и с этой стороны, где спортсмены будут проходить, также будет установлен металлодетектор. За два часа до начала мероприятий будут обследования места проведения массовых мероприятий, используемых служебных собак. Помимо безопасности, администрация города заботится и о комфорте людей, которые будут находиться на стадионе. Сейчас разрабатывается схема парковок вокруг спортивного комплекса. Но все же всем тем, кто ценит свое время, не стоит пренебрегать общественным транспортом. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. На центральном стадионе продолжают устанавливать телевизионное оборудование для трансляции соревнований. Все это проходит под контролем генерального секретаря Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, исполнительного директора командного чемпионата Европы Михаила Бутова. Наша съемочная группа встретилась с Михаилом Бутовым на Олимпийском. На стадионе вовсю кипит работа, ведь всего через два дня Олимпийский заполнят сильнейшие легкоатлеты из 12 стран Европы. Их тренеры и, конечно же, болельщики. Но те, кто не сможет увидеть соревнования на стадионе, всегда смогут увидеть происходящее в прямом эфире. Мы довольно много поработали в преддверии чемпионата вместе с Европейской ассоциацией. Это была такая большая промо-компания. И на сегодня уже подтвердилась телетрансляция в 14 странах Европы плюс Евроспорт. Это значит покрытие всех стран Европы плюс еще и внеевропейских стран. И по предварительным нашим прогнозам, телевизионная аудитория чемпионата в этом году будет больше, чем в предыдущие годы. К такой масштабной трансляции техника готова. В этом организаторы уверены. В дни соревнований на стадионе работает та же компания, что освещала и универсиаду в Казани, и Олимпиаду в Сочи. Поэтому качество телевизионной картинки, обещают организаторы, будет на достойном уровне. Но даже она не сравнится с той, которую могут увидеть болельщики, придя на стадион. Прежде всего, конечно, команда Германии. Это нынешние чемпионы Европы в команде. В прошлом году в Германии они выиграли. Естественно, у нас есть желание в России, чтобы победила сборная России. Конечно, очень сильные команды Франции и Великобритании. Вот, пожалуй, наверное, основные конкуренты. Хотя в отдельных видах, безусловно, могут быть победители из других стран. Но еще раз, командный чемпионат Европы – это такое специальное соревнование, очень интересное, где важно не допустить никаких провалов в отдельных видах. Это практически трудно компенсировать остальным спортсменам. Это единая команда, и команда должна победить. 19 июня в 20.00 на Красной площади пройдет торжественное открытие командного чемпионата Европы. Его можно будет увидеть в эфире нашего телеканала, так же, как и соревнования 20 и 21 июня. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. В столице Чувашии завершила работу межрегиональный семинар-совещание по антимонопольному законодательству. В числе обсуждаемых тем оптимизация системы госзакупок их с прошлого года проводят по новым правилам. О том, какие новшества содержатся в ныне действующем законе, накануне рассказал журналистам, министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Чем дешевле, тем лучше. Преимущественно по такому принципу раньше оценивали потенциальных исполнителей госконтрактов. Нередко это приводило к тому, что конкурс на поставку того или иного товара или исполнение тех или иных услуг выигрывала сомнительная фирма, получала аванс и бесследно исчезала. Мы могли покупать все что угодно, но только по максимально низкой цене. Это не всегда устраивало и как госзаказчику, так и потенциального потребителя этой услуги. С этого года действовал 44 закон, он в действительности наложил ответственность на всех и в части не только цены, но и исполнения самого контракта, качества продукта. Одна из статей ныне действующего закона гласит, если участник торгов предложит цену, которая ниже стартовой более чем на 25%, то он обязан предоставить в полтора раза большее финансовое обеспечение. Кроме того, закон повысил требования к персоналу компаний-исполнителей, участвующих в торгах. Директор, главный бухгалтер и другие ключевые сотрудники проверяются на причастность к списку недобросовестных поставщиков. А все крупные контракты теперь обсуждаются с общественностью. Сегодня еще введен институт общественного обсуждения крупных проектов. То есть, если проект на федерации, то это больше миллиарда рублей. У нас таких проектов не так много, поэтому у нас в трубе 100 миллионов. То есть, если проект больше 100 миллионов, то мы его обязаны обсуждать с общественностью. И общественность принимает участие в этом. То есть, сегодня процедура государственных закупок, она достаточно открытая, максимально открытая. Информацию о том, где и во сколько будут проходить обсуждения тех или иных закупок, жители республики могут найти на сайте Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. В Чувашии три дня находились мусульманские реликвии. Благословенный волос пророка Мухаммеда и частицы его одежды. Поклоняться святыням пришли и приехали сотни жителей и гостей республики. Реликвии были выставлены для верующих в соборную мечеть имени трех сподвижников селиши Гордан Батревского района. За эти дни здесь успели побывать мусульмане из Чувашии и соседних республик. Хотя у мусульман не принято поклоняться вещам, эти предметы имеют для верующих огромное значение, поскольку позволяют прикоснуться к истории ислама. Глубоко символично, что это происходит в преддверии месяца Рамадан. У нас послезавтра начинается священный месяц поста. И в последние месяцы, месяца Шаабан, месяца пророка Мухаммеда в старинном татарском селе это происходит. И Шагардан в эти три дня стала таким духовным, сакральным центром, который притягивает к себе тысячи и тысячи мусульман. Пребывание святы на территории Чувашии стало возможным благодаря тесным связям, установившимся между духовными управлениями нашей республики и Дагестана, где хранятся и благословенные волосы пророка, и частицы его одежды, и земля с его могилы. Альбир Хазарат Кырганов отметил, это уникальное событие в истории мусульман Павлужи. Завтра на Красной площади Чебоксар состоится церемония торжественного открытия командного чемпионата Европы. Но до начала церемонии пройдет множество мероприятий. Для болельщиков продумана и развлекательная программа. В пятницу в 4 часа вечера начнут работу интерактивные площадки. Через час праздничный концерт в формате церемонии MTV Awards с молодыми артистами, с включением спецкоров и интервью. Главная особенность концерта – показ клипа о Чебоксарах и чемпионате с участием каждого зрителя, созданного в режиме онлайн. В 18 часов от «Монумента матери» стартует легкоатлетический забег, который финиширует на Красной площади. А в 20 часов начнется церемония торжественного открытия командного чемпионата Европы. Зрителей ждет грандиозная театрализованная постановка, спортивный микс, массовый флешмоб под русскую калинку и презентация 12 стран-участник чемпионата Европы. Продолжит вечер концерт итальянской певицы Ингрид. В 22 часа начнется дискотека на открытом воздухе, а в 11 вечера состоится музыкальный фейерверк. В субботу, 20 июня, с 15 до 19.30 пройдут предварительные соревнования. В воскресенье также в 3 часа начнутся финальные состязания. Бег на дистанции 200 метров, 800 метров, полтора и три километра. Бег на 100 метров с барьерами, толкание ядра, метание диска, копья, прыжки в длину и высоту. Цена билета на один день соревнований от 200 до 800 рублей, на два дня от 300 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно в Чебоксарах, в Доме торговли, Детском мире, Мегамоле, Доме мод и в Новочебоксарске. Работают специальные мобильные палатки. Продажи идут на сайтах чемпионата и кассах Рамблер. Таковы новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин